итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выход копаю я сегодня один далеко не ездил на улице очень жарко и в связи с этим копаю один никого не позвал чтобы не получилось удобно тем что иногда бывают шурфы бестолковые как в данном случае я сейчас за шурфился в течение часа я копал находок не было вообще то есть я где примерно определил что был фундамент я везде покопал сигнальчики поковырял посмотрел и в конечном итоге воткнул лопатку и там у меня хорошая в принципе засыпка пошла и благодаря этой засыпки я продолжил свой шурф ну и спустя повторюсь полчаса у меня первая находка и это у меня царик благодаря этому царику вы сейчас меня видите потому что в течение двух наверно двух с половиной недель я никуда не выходил жарко да и дела в принципе ну в принципе кто видит и кто обращает внимание на мой канал то что у меня регулярно выходит видео эти видео у меня старенькие с прошлых лет потому что канал банили и я восстанавливаю так что вот это у меня видео выходит новое обновленное ну кто очень внимательный тут может понять по качеству изображения так что сейчас конечно же к находке как ребят вернусь к своему шурфу а вот такой зачетный шурфик везде повтыкал лопатку очень отвратительный грунт но здесь вот как-то ковырнул и древесина появилась и благодаря этому я здесь остановился в принципе как вы видите ямку меня небольшая вот и наконец-то у меня первая монетка монетка толстый я сразу понял что это у меня царская монета по силуэту вижу что николаевского образца две копеечки я конечно попредил по толщине и по размеру что и две копейки но как вы видите налет заляпана очень сильно будем здесь продолжать здесь очень большое количество древесины керамика вот смотрите очень хороший керамик прям вот такие вот чашки здоровые всякие даже советские черная керамика даже то есть это царского времени в общем всякие вот такие с глазурью цветные даже крашеные есть горшочки то есть в принципе дом был богатый и мы наверное здесь останемся работаем мы с аськой вы не удивляйтесь это видео у меня новое но на шурфах я всегда работаю с аськой потому что катушечка маленькая снайперка я пока не обзавелся и работаем здесь очень много вот такого вот гнилого дерева встречается кости ну и в принципе достаточно обожая такую засыпку и мы здесь остановимся и результат окопа вы увидите но все продолжаем не так ребята долго коротко встречается вот такая сопутка уже очень много накидал стекло разное ударился об катушку думал стекло нет оказывается это у нас монетка по размеру три копейки вот такая вот зачетная 3 копеечки так не знаю видно нет солнышко отсвечивает и таки вот такая зачетная монета классно причем засыпка он туда он хороший идет вообще четко влево вправо всего на два штыка оттуда идет очень хороший значит будем продолжать туда отсюда я только что столб вытащил очень много костей вот такого характера это очень очень радует так что продолжаем копать в таких вот зачетных местах засыпка просто шикарно но все продолжаем итак очередной сигнальчик и это у нас долгожданная монетка 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 настолько маленькая сначала думал советская но нет это у нас монетка 1 2 копейки 1 2 копеечки год год к сожалению пока сказать не могу 1900 1900 какой-то вот такая вот николаевская 1 1 2 копеечки сохранщик очень радует бодренький такой такая монета шурф у меня в той стране где была шикарно засыпка пропала я сместился теперь вот сюда вот здесь продолжается культурный слой много костей и прочие сопутки что у меня это очень очень радует ну все движемся дальше итак ребят у меня находка на находка из-за разряда шмурдяка вытащил вот такую ложечку я снимаю латуневые или серебряные ложки это у нас сокислом железа базе возможно это оловянная ложечка потому что тяжелая здесь у нас имеется рисунок на ней ну повторюсь я бы ее не снимал если бы это у меня была первая у меня еще одна такая ложка изначально было выкопал я ее тоже так это ржавая но это у нас уже получается комплект то есть по форме это из-за одного сервиза были ложечки вот такие две находки ладно продолжая к сожалению засыпка исчезла приходится копать уже целину которую уже поверх дома образовалась не знаю как будет с находками всего-навсего три монеты и все царские и это радует ладно ладно продолжаем итак ребят только что пока показывал вам пломбу и следующий же сигнал вот такая вот монетка монетка николаевского образца судя по всему размер двушка она как конечно же к сожалению деформирована и и со стороны орла имеется вот такие вот надрубы хотели разрубить вот такая двушка год к сожалению сказать не могу но такой вот монеток выскочил зачетно четвертый монеток с этого шурфа и все цари кстати еще поднял но чуть позже может быть покажу а поднял кусочек круглый такой свинцовый вот и по размеру подходит что это было а заготовка именно для пломбы которая вам показал видно здесь вот что-то когда-то свое время пломбировали ну ладно копаем вот в таких вот зачетных кустах у нас к вы ветерок небольшой немножко думает ну все продолжаем и так очередной сигнал хороший был но к сожалению у нас выпала вот такая пуговка с ушком и лысая вот такая находка ничего бы но рядом с ней выпал вот такой вот еще улешочек и я думаю что это монета вместе с вами сейчас будем ее рассматривать что это у нас зеленая о вензеля видно очень хорошо это у нас судя по всему копеечка александр 2 год к сожалению сказать не могу но скорее всего 1856 года потому что они в принципе очень распространены эти года так что примерный критерий 1856 55 год ну сейчас замочу как остальные монетки так что чуть позже мы с вами и узнаем что за вот такие две находки выпали за раз все продолжаем и так ребят продолжаю я свой шурф но шурф я теперь его присыпаю то есть округе срезаю потому что засыпку у меня закончилась и теперь его расширяю тем самым всю свою яму засыпаю и по итогу между прочим шурфа я вам покажу что после шурфа старайтесь закапывать свою деятельность потому что неподалеку пасутся коровки потому что рядом находится населенный пункт кстати подходил сейчас один парнишка узнавал как что ну я поднял три царика из последней находки у меня всего было еще две конинки пряжечка их я не снимал потому что неинтересно и вот он говорил что его дед он говорил что здесь свое время когда он был мальчиком здесь уже ничего не было за исключением несколько порядков сараев основная улица как говорят была там а но по находкам мы видим что здесь в принципе дома были потому что я поднял николаевский период николай последний вот трешечка у нас по моему александровская даже вот так что находки в принципе показывают что здесь были все таки дома дома вот так вот стоят ну что еще скажу погода в принципе нормальная для копа солнышко под пучками как вы видите скрывается но появляется очень очень душно вот майку уже хоть выжимай очень жарко тяжело вот из-за этого я не люблю шурфить именно местах на открытых в основном как вы видели если следите за моим каналом все шуфы у меня находится как бы в кустах в деревьях в лесу вот но здесь я приехал потому что рядышком с домом неохота было выезжать вот так что вот так вот получается не всегда можно по словам людей определить что здесь было что-то как в данный момент сказали что здесь ничего нет но факты себя говорят то что здесь все же когда-то бурлила жизнь так что продолжаем в этом же шурфике время в принципе у меня предостаточно находки я думаю еще хотя уже кокс состоялся потому что выкопал три царя именно с этого дымового фундамента интересно то что советов здесь у меня вообще не попадается хотя не знаю может быть и лучшему на царике всегда более-менее радует ну здесь в основном вот как вы видите вся сопутка кстати сопутки вот так вот очень много горшочков к сожалению все биты я в конце видео покажу а какая здесь сопутка ну так что смотри дальше я думаю тоже будет интересно если даже находок не будет и смотри до конца все же приятно когда люди смотрят и в конце видео оставляют свои комментарии так что смотри продолжай итак итак очередной монитосик сигнальчик выкопал и такая маленькая монета что за монета надеюсь не советская по размеру копеечка смотря так же как и вы через объектив о вензеля николая это означает 1 2 копейки 1909 года вот это да две копеечки с одного шурфа 1 2 номинала вот такая зачетная монетка долго я и угонял очень долго пин пойтер стал с собой не взял и приходится иногда мелкие сигналы очень долго искать но в данном случае не пленился поискал и вот такая от монета зачетно зачетно ну все продолжаем продолжаем все тот же фундик снимаю я уже на штык где хорошая более-менее засыпочка снимаю как вы видите на два штыка так что продолжаем результат моих трудов оправдывается ну все смотрим и так ребят мне уже не становится практически смешно над своими находками еще одна маленькая монета и снова это у нас 1 2 копейки я прям это в шоке обычно их тяжело вообще находить эти монетки но в данном случае были уже 3 и причем они идут подряд на этот раз 1908 года до 908 вот такая вот зачетная 1 2 копейки классно классно хоть и не радует меня сейчас здесь вот засыпка но все же есть что-то и мы продолжаем продолжаем бить пока у нас позволяет время блин вода у меня стала кипяток просто-напросто невозможно его уже бить находится бутылочки в тенечке но она горячая вот так вот такая вот у нас погода хух продолжаем и так ребят буду заканчивать свой шурф шурф как вы видите я забросил то есть ямы никакой нет вот и перед оконцовочкой хочу вам показать вот такое количество сопутчики а сегодня ковырял вот такие вот горшочки очень много горшочков кованые гвозди здесь попадались очень часто это свидетельствует тому что здесь действительно был царский дом ну по находкам в принципе вы видели вот жалко вот такая бутылочка не сохранилась стекло совсем тонкая смотрите хотя ну да это бутылка наверно было я сначала подумал может быть лампа лампа но нет была бы лампа она была бы внутри горелая вот такие вот целые тарелочки кто-то когда-то свое время из нее хлебал картошечку и самогоночкой запивал потому что встречается здесь и бутылки вот такие вот он такого вот донышко такие донышки были у нас в царское время ну и встречается как ни странно вот такая вот советская но почему-то монет советских здесь не было вот такой вот у меня сегодня сопутствующий был мусор ну ладно сейчас конечно находки и поедем домой смотрим находки мои ну а по находкам у меня это у нас стандартный шмурдяк конина ничего особенно вот такой-то обломок кто скажет просто это фигня но это у нас обломок от поддужного колокольчика я вы для информации тоже взял пряжечка медная очень хорошо звенела пуговка лысая патрончик вот такая вот лобуда я тоже взял то что вот такая вот у нас ломба и это пломба у нас делается вот из такого вот заготовки кстати повторюсь ответьте что это означает циферка на пломбе довольно таки интересно и вот такой зачетный у нас орел на обратной стороне классный такой зачетный у меня в таком качестве еще пломбы нет затем две ложечки я вам показывал вот и вот такая вот интересная штучка такая тяжелая не медь латунь может подстаканник здесь накручивалась не знаю внутри отверстия может ручка но не знаю вряд ли ручка потому что с этой стороны у нас узор имеется вот ну и к приятным находкам находки у меня сегодня действительно приятный тем что отсутствует у нас советские монеты все у нас перевода николаевского за исключением вот такой вот копеечки александра второго как я и говорил видео когда я чистил ее сказал что пятьдесят шестой год и вот замочил и проглядывается год 1856 год бабки не ходи угадал николай последний 1903 года очередной николаевский дружка 1895 года и трешечка 1896 года и интересно то что вот такие вот маленькие монетки попались и все эти монетки у нас одна вторая копейки они достаточно редко встречаются на копе вот в принципе сохранщик неплохой две монеты 1903 года и одна и одна у нас монета 1904 а 14 года вот такие вот копеечки маленькие ну и все сейчас с вами прощаться вот такой вот у меня шурф задался сегодня в принципе ничего особенного но порадовало все ждите сейчас буду прощаться итак ребята будут заканчивать свой коп в принципе коп у нас получился сегодня неплохой тем что сегодня у меня в основном одни царики и это радует хотя с находками не особо как вы видели но все равно пойдет тем более копал практически дома то что можно даже пешочком на досуд дайте находки в принципе вы все видели кому как нравится нет ставьте пальцы вверх вниз кому как угодно вот оставляйте комментарии по существу вот так что буду рад и всем отвечу кто пишет хотя и некоторые пишут и гадости и на гадости я тоже взаимностью отвечаю так что не обессудьте кто поворачивается ко мне энным местом я конечно тоже поворачиваюсь вот так что побольше культуры в общении вот в принципе все хорошо ну кто не подписался подписывайтесь комментируйте делитесь в соцсетях пальчики вверху сейчас звонил мне Дмитрий так что завтра снова едем на коп очень радует то что две с лишним недели я на коп не выезжал а тут подряд сегодня завтра может послезавтра ну в принципе выходные так что ждите очередного выхода выход у нас будет с Дмитрием ну и все на этом и пока удачи и Хабар Пкатур